Дорогой Господь, благослови нас, благослови сейчас погружение нас в Слово. Пусть Слово Твое, оно будет основанием для нашей дальнейшей жизни. Пусть вера возрастает. Я благословляю Господь, Иисус, это Слово, чтобы оно стало пищей для нашего Духа. Прикоснись к моим устам, прикоснись к моему Духу, надели способностью передать главную мысль, главное откровение этого Слова во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Я приглашаю вас сейчас пойти прямо в Божье Слово, которое есть хлеб для нашей жизни, которое взращивает нашу веру. Если вы можете со мной проследить, откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 20 главу. Я начну читать с 19 стиха. Послушайте, пожалуйста. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Два четвертый стих. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руку мою в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. А потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Слава Богу, какой замечательный текст. Какая удивительная история. Какой глубочайший смысл сокрыт в этом повествовании. Я так сегодня благодарен Господу Богу за сомневающегося апостола Фому. Что в свое время он не поддался общественному мнению толпы и решил лично пережить силу и славу воскресшего Господа. И именно Фома помогает нам понять одну очень важную истину. Давайте я вам расскажу сейчас в это утро немножечко о Фоме. На первый взгляд, на фоне других апостолов, Фома кажется каким-то неверующим братом. Кстати, это воскресенье как раз-то в христианстве и вспоминается Фома, потому что спустя восемь дней после воскресенья, вот мы прочитали эту историю, случились эти события. И многие, читая эту историю, думая о Фоме, они считают, что Фома на самом деле Фома неверующий, Фома неверный. И мы можем подумать, какой же нехороший апостол. Но если внимательно сделать обзор произошедших событий после воскресенья, мы также обнаружим, что и другие апостолы не совсем сразу поверили в весь воскресенье. У них тоже были в начале какие-то смущения и какое-то неверие. Это хорошо видно в Марка в 16 главе, где показывается, как апостолы приняли весть о воскресении Христа. Например, когда воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился Марии. Например, когда Христа воскреснил early in the morning, Он показывал Himself к Марии. Мария побежала, чтобы возвестить апостолов об этом. Которые, написано, были плачущими и рыдающими. Но написано, они услышав, что она говорит, что Он жив и что она Его видела. Написано, не поверили Ей. Также другой случай, когда явился Христос двум людям, идущим по дороге. Они шли в селение, называемое Маус. И когда им открылся Христос, и они Его увидели, что это Он. В Марка в 16 главе 13 стихом написано, «И возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили». И уже чуть-чуть позже, когда Иисус явился, 11, написано, что и упрекал их за неверие и жестокосердие. Что видевшим Его, воскресшего, не поверили. И вот на фоне уже апостолов, которые повстречались с воскресшим Христом, которые уже радуются, выделяется как бы неверующий Фома. Мы читаем, что Его не было, когда первый раз Христос явился ученикам. Он пропустил это первое славное явление. И можно только представить, как уже позже апостолы окружили Фому. И убеждают Его, и рассказывают Ему о том, что они видели Христа живых. И у нас складывается впечатление, что Фома все отрицает. Не верит ни во что. Упорствует в этом. И полностью отказывается в это верить. Но на самом деле это не так. Он им отвечает, конечно же. Если я не увижу на руках Его ран, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и пока не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. Вау! Что казалось бы за исповедание сомневающегося человека? Но давайте посмотрим немножечко ближе на апостола Фому, на его портрет. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 16 стихом написано о нем следующее. И в John 11, verse 16, it says this. Что он проявил настойчивую преданность Иисусу Христу. Он не был трусливым человеком. Когда Иисус направляется в Вифанию, после того, как пришло известие о том, что Лазарь болен, другие ученики стали его отговаривать туда идти, напоминая ему, что они только недавно из Иудеи вернулись, где Спасителя хотели убить. И они совсем не понимали, как можно хотеть вернуться туда, где хотели его убить. И вот все апостолы уговаривают Спасителя не идти. И только Христос находит поддержку в лице Фомы. Он единственный, кто сказал, пойдем со Христом и умрем, если надо с Ним. Также мы видим, что апостол Фома, он очень искренний и откровенный человек. И мы также видим, что Томас очень honest и открытый человек. В Иоанна 14, главе 5 стихом написано, Христос говорит, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. И Jesus говорит, где я иду, вы знаете, и 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 вы знаете. А Фома, на удивление всех, говорит ему, Господь, нет, не знаем. И Томас, you know, kind of surprised, and everybody else, he says, no, I don't know. Мы не знаем, куда ты идешь. We don't know where you're going. And how can we know the way? Он не мог сказать то, что не понимает, когда не понимал. He couldn't say that, which he didn't understand. Или он не мог сказать, что он верит, когда не мог на самом деле поверить. He couldn't say that he believed, when he actually couldn't. Это была, мы видим здесь Фому, знаете, такого человека с бескомпромиссной честностью. Томас is a person, he doesn't compromise his honesty. Это такой человек, который, имея сомнения, не станет притворяться, что он их не имеет. Он не был таким человеком, который высказывает определенные свои суждения, не вполне понимая их значения. Ради, чтобы не выделиться из толпы. И уже позже мы видим, что это человек, который сильно исповедует свою веру. Это было одно из достоинств Фомы, когда он удостоверился, он признал все, как есть. Он сказал, Господь мой и Бог мой. У Фомы, как мы видим, не было половинчатости. Он не высказывал своих сомнений ради просто, чтобы поупражняться в своем уме. Он сомневался лишь только для того, чтобы убедиться. А когда он убеждался, он отдавался полностью своему убеждению. Когда человек пробивается сквозь сомнения к убеждениям своим, например, в том, что Иисус Христос есть Господь, он дальше двигается с еще большей уверенностью, чем, например, тот, кто бездумно принимает какие-то вещи, которых никогда не в силах постигнуть. Забегая наперед, скажу, что из истории известно, что апостол Фома, он пошел покорять Индию Евангелием. И позже, в конце своей жизни, он принял мученическую смерть за Иисуса Христа. Когда он крестил во имя Иисуса Христа увервавших членов королевской семьи, родственники, там, царь этой семьи, он так разозлился, что это сделали без его ведома, что он приказал схватить Фому, и они зарубили его мечами. Вот о таком Фоме идет речь. Поэтому его желание удостовериться лично в подлинности случившегося нельзя рассчитывать как некий порог или слабость. Его позицию такого сомневающегося можно понять и объяснить. Например, я могу предположить, почему он отсутствовал в первый раз. Мы уже увидели, что апостол Фома это был тот ученик, который готов был умереть за Христа. Это он тот человек, который видит цель и готов пойти до самого конца, даже до смерти ради нее. Это человек, который видит цель, и он готов умереть до конца, даже до смерти. Но в тот момент, когда он теряет свою цель из виду, для него тогда рушится весь мир. И судя по всему, Фома был очень раздавлен смертью своего учителя. Все его надежды рухнули в одночасье. Человек, который жил вот этой главной идеей служения Христу. Ожиданием Его Царства. И вдруг видит, что Его Герой, Его Царь, побит и оплеван. И позорно распят. И положен в гробницу. Вот для Фомы в тот момент все перестало существовать. И цель его жизни, и смысл его жизни был настолько потерян, он был настолько потрясен этим, что не смог смотреть людям в глаза. И скорее всего, он решил уединиться со своим горем. Один король говорил следующие слова, это было его правило, которые, наверное, объяснят поступок Фомы. Так вот, этот король говорил, если я должен страдать, дайте мне страдать как хорошо тренированному животному в одиночестве. Вероятно всего, Фома хотел перенести свое страдание один. Поэтому становится ясным, почему его не было среди других учеников, когда им явился Христос. Фома в том состоянии просто не мог находиться среди людей. Мы задаемся вопросом, но тем не менее, а почему бы не поверить другим апостолам, которые же увидели Христа? А кому поверить-то? Петру, который буквально день назад всех кинул самый ответственный момент? Петру, который left everyone in the most critical moment? на Фонаилу, который, когда ему рассказали о том, что нашли Мессию, пойдем с нами, он засомневался и сказал, что может быть доброго из Назарета? Может быть, Фома должен был поверить сынам Завидеевым, которые только и думали о том, кто из них круче и кто из них сядет по левую или по правую сторону на небесах Христа? Наверное, оправдывая сегодня поступок Фомы, я хочу показать, что вера у всех людей появляется совсем по-разному. очень часто у всех разные препятствия поверить в воскресшего Христа. Для кого-то, может быть, это личные какие-то страдания и непонимания в жизни. Кто-то, может быть, соблазнился на Петрах, на Фонаилах, на сынах Завидеевых. Или на Марии и Магдалине, из которой когда-то Христос изгнал семь злейших бесов. Разные причины бывают для сомнений. Но вот Христос через неделю является учеником снова. И на этот раз мы видим, что Фома тоже там находится. И, не буду повторяться, все детально расписывается этот диалог Христа с Фомой. Мой сегодня вопрос, почему такая персональная история Фомы описывается сегодня для нас вот так публично и в деталях. Для чего Фоме понадобилось такое личное удостоверение прикоснуться к ранам Христа? послушайте, я верю, что все не случайно. Я верю, что в Писании Бог заложил свой божественный смысл и даже в этот случай, в эту историю. И сегодня я хочу показать на то главное, что в этой истории сокрыто. На то, что указал сам Иисус Христос, когда Он воскрес. Почему это было важно для Фомы? Почему это должно быть важно сегодня для нас? Это вот то первое, на что делает акцент воскресший Христос. Написано, что Христос, когда является перед учениками, первое, что Он делает, Он показывает свои раны. Он показал им руки и ноги и ребра свои. Представьте эту картину. Вот Он прямо говорит, смотрите, вот мои руки. Вот мои ноги. Каким-то образом раскрывает одежду и говорит, вот мои ребра. Осяжите меня, рассмотрите меня. Для чего Он показал им эти раны? Что Его побудило к этому? Зачем это Он делает в первую очередь после воскресения? Первым, что Христос захотел показать людям после воскресения, это свои раны на руках и на ногах. Это пробитые ребра. Ничто другое. Именно раны. Это было Его стремление показать свои раны. Я не сомневаюсь, что к тому времени Христос уже показал эти раны своему Отцу. Который на небесах принял его. Это то, что делает мой Сын, когда он получит какую-то рану, он сразу бегит к Папе и кричит Папа, Папа, вот мои раны. Но я сегодня хочу показать, о чем Христос хотел засвидетельствовать, о чем Христос хотел засвидетельствовать через это. Какое это имело значение для учеников? Что он хотел этим сказать? Позвольте мне, я возьму несколько минут, и я хочу проповедовать о раны Христа. Потому что это именно то, что Христос проповедовал сразу после воскресения. Итак, мы знаем, что его пригвоздили ко Христу. И после того, как он воскрес из мертвых, в его руках и ногах по-прежнему остались эти отверстия. И после того, когда он воскрес из мертвых, прочитали, он показал им эти раны. Раны на руках и на ногах Господа. В этом заключена была вся суть его миссии. И сегодня я хочу указать вам на три причины, почему он показал им руки и ноги. И таким образом нам будет лучше понять, что произошло с Фомой. Итак, во-первых, Иисус показал им свои раны. чтобы мы могли знать, что он именно тот, кто был распят на кресте. И тогда и сейчас существуют разные люди, еретики и гностики, которые говорят, что Иисус в действительности не умирал на кресте. мусульманский Коран говорит, что Иисус не умирал на кресте. Сегодня есть люди, которые не верят, что Бог позволил бы своему Сыну умереть такой ужасной смертью. Иисус знал о том, что в отношении Его распятия появится неверие. И это было первой причиной того, почему Он, написано, показал им руки и ноги. Иисус хотел, чтобы каждый знал, что Он в действительности пострадал и умер на кресте. И потому Он дал ученикам посмотреть на Его раны и даже прикоснуться к ним. Апостол Иоанн, который был очевидцем этого, говорил об этом следующими словами. Что мы слышали, что видели своими очами. Что рассматривали и что осязали руки наши. Раны Иисуса Христа, которые доказательством являлись того, что Он действительно умер. на Голгофском кресте. Это была первая причина, почему Иисус захотел показать их. Во-вторых, Иисус показал им свои раны для того, чтобы мы с вами увидели, что делает грех с жизнью человека и куда именно грех сжалит. из Писания мы узнаем, что Иисус понес на себя грех мира. Он взял на себя все немощи и понес все болезни. Написано, Он изъязвлен был, изъязвлен был за грехи наши и мучим за наши беззакония. Он взял на себя жало греха. Этим я хочу показать следующее. Наш Господь и Бог безграничной Своей милости Он смотрит на грех как на ядовитую болезнь. Подобно той смертельной болезни от которой страдали израильтяне когда их в пустыне ужаливала змея. В числах в 21 главе написано, что змеи жалили израильский народ и от укусов которых много умирало. Вот то, что делает грех проникает ядом в сущность человека. И грех в Божьем понимании это ничто иное как духовная болезнь в наихудшем виде. Грех это какая-то ненормальность. Что-то вроде язвы, которая не должна находиться в душе человека. Потому что грех лишает человека самых лучших качеств. Он печальным образом разрушает человека и снимает венец с его головы. Удаляет свет с его глаз и радость его сердце. Мы можем много перечислять болезней. Но величайшая из них, о которой заявил Христос вот этим жестом, это грех, который он взял на себя. И грех это еще и потому болезнь. Потому что она расстраивает порядок всей человеческой системы и делает плоть хозяйкой Духа. Кто-то сказал, что человек должен ехать верхом на лошади. Но в грешнике лошадь едет верхом на человеке. Человеческая природа в грехе вся расстроена и нездорова. И человек больше совсем не человек. Он становится мертвым через грех. И Бог предупреждал еще в древние времена. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот этот грех как болезнь ослабляет человека. Наносит свой ядовитый укус. после которого раненый человек умирает. Как мы видим, грех это крайне вредная болезнь. Ослепленный грехом человек совершает очень нерациональные поступки. Грех отнимает духовное зрение. духовный слух и чувство вкуса. И грех это роковая болезнь. Разве не написано душа согрешающая она умрет? Или в другом месте Писания сказано сделанный грех рождает смерть. для того, кто грешит, кто не оставляет грех, нет никакой надежды на вечную жизнь. Эта болезнь не истощится сама по себе и не прекратится сама по себе не благодаря какому-то карантину. злые люди будут становиться все хуже и хуже. Как в настоящем, так и в другом мире характер грешника несомненно будет только усугубляться и становиться хуже. Природа греха как болезнь становится все более и более сильнее и испорченней. И вот когда является Христос воскресший, который показал на руках и на ногах и в боку свои раны, он показал то, что грех человека портит все, что ты делаешь своими руками. Грех портит руки, ноги и сердце. все, что ты делаешь, все перед Богом будет не так, если ты делаешь это через грех. Всегда пути грешного человека будут кривыми. И сердце всегда будет помышлять только зло во всякое время. И когда Христос показал свои раны на руках, на ногах и на ребрах, мы понимаем, что это то, что сделали мои грехи на его руках, на его ногах и в его боку. И раны Христа, о которых Христос показывает после своего воскресения, принятые моим сердцем, вызывают во мне раскаяние. я начинаю ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса страдать. Это была вторая причина, что хотел Христос показать, показавши свои руки, ноги и бок. Что грех портит все, что ты делаешь, все пути, по которым ты ходишь, и твое состояние сердца, оно испорчено. В-третьих, Иисус показал им свои раны для того, чтобы мы знали, что Он единственный заместитель, взявший на Себя все наши немощи и болезни. Он единственный спаситель от болезни и греха, вернее, от болезни и греха на все века. Как я уже говорил, Бог поступает с грехом как с болезнью, и показывая свои руки и ноги и ребра, Он предлагает лекарства. Лекарства, приготовленные им самим, которые исцеляют нас от этой болезни. Написано, Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и написано, ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцеляемся. Господь решил нас исцелить, и поэтому послал Своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя наш грех, на Свои руки, на Свои ноги, проклятие греха. И как написано, и как Моисей однажды вознес змею, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но исцелился от болезни греха, и имел жизнь вечную. Христос вознесся на небеса, и Своими ранами, и Своей кровью Он обеспечил нам вечное искупление. Ибо Христос вошел в нерукотворное святилище, в самое небо, чтобы предстать ныне за Тебя и за Меня пред лицом Бога. Иисус восседает по правую руку Бога в небесах. И Его раны, если Голгофский крест был две тысячи лет назад, то Его раны, знаки от тех событий, всегда и навечно являются напоминанием Богу и Ангелам, что Он есть единственное умилостивление за грехи наши, и не только за наши. но из-за грехи всего мира. И однажды Иоанн Креститель сказал это так. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но Иоанн не сказал в точности, каким образом Иисус уберет наши грехи. И вот о чем я сегодня проповедую. Только лишь после воскресения Иисуса из мертвых. Все ученики в той комнате и Фома вместе с ними поняли, что означало вот то пророческое слово, еще которое записано в Исаии. что грехи наши сам вознес телом своим на древо и ранами его мы исцелились. Только лишь после того, как они увидели следы от гвоздей на его руках и на ногах. Следы на его ребрах от копья. Они только тогда познали, что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, вот доказательства, праведник за неправедных. Это была третья причина, почему Он им показал руки и ноги. Он хотел, чтобы мы с уверенностью знали, что Он пострадал и умер на кресте, чтобы заплатить за наши грехи, так, чтобы мы могли быть спасены от болезней под названием грех. Он хотел, чтобы ученики все увидели следы от гвоздей на его руках и на его ногах. Для того, чтобы и они и мы знали. что Божий гнев вместо нас за наши испорченные дела наших рук, за наши искривленные пути, когда мы ушли далеко от Бога, за наше неправильное состояние сердца, Божий гнев впал на Него вместо нас. Когда Он был на кресте, чтобы мы познали искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови через веру. Что Бог дала как сокровение для веры для вот почему, когда Христос воскрес, Он показывает ученикам руки и ноги. Христос показывает знаки, Он им дает лекарства, средства спасения от вашей и моей греховной болезни заключается в заместительных страданиях Христа. Эти раны на руках, которые Он показывает Господь Иисус Христос получил за Петра. За Андрея, за Афанаила. И Фома задается вопросом и говорит, я тоже хочу пережить силу ран Иисуса Христа. Христос получил эти раны за меня. За тебя, чтобы забрать от нас наказание и дать нам исцеление. Подобно Фоме, вы никогда не станете спасенными до тех пор, пока не почувствуете себя безнадежным грешником. Если вы никогда не почувствуете себя безнадежным грешником, то вы и никогда не почувствуете своей нужды в Иисусе Христе и в том, чтобы Его раны повлияли и на вас. Как только вы почувствуете себя греховным, безнадежно больным человеком духовно. Как на мой взгляд, это почувствовал апостол Фома. Вы сможете понять, почему Иисус показал им эти отверстия от гвоздей в своих руках и своих ногах. Я заканчиваю эту проповедь, и мы будем молиться. Эти раны, которые показал Христос, означают следующее. Если вы сознательно доверяете Иисусу, пострадавшему за ваши грехи, от страданий, которых у Него на руках, на ногах и на ребрах остались следы, увидев эти раны, поверив в эти раны, вы поймете, что Бог никогда не накажет вас за те же преступления, за которые умер уже Иисус Христос. ведь Божья справедливость не требует, чтобы долг был уплачен сначала поручителем, а потом еще и должником. Божья правосудие не может требовать уплаты долга дважды. Если мой, послушай внимательно, если мой истекающий кровью поручитель понес вину, то я уже не могу нести ее. Вот что значило это для Христа эти раны. Вот почему ему хотелось скорее показать их ученикам. И возвращаясь к нашему Фоме, я верю, что Фоме необходимо было это личное духовное исцеление. И он исцелился. Моя проповедь сегодня называлась «Исцеленный Фома». Он исцелился, потому что он прикоснулся к этим ранам. Сегодня нужно каждому из нас веры прикоснуться к этим ранам. он исцелился от неверия, от внутренней боли и разочарования. Фома, принимая Иисуса Христа как пострадавшего за Него, видя доказательства на руках и ногах, принял полное оправдание и свободен от судебных обязательств. Он понимал, что в этих ранах его фомы осуждение. Но он смотрит эти раны не на его руках, не на его ногах, а эти раны это наказание на руках и ногах Иисуса Христа. Он понимал, что Фома был осужден во Христе. И поэтому для него нет больше никакого осуждения. Вот истинное основание веры любого человека, верующего в Иисуса Христа. И только после этого Он громко провозгласил О Господь мой и Бог мой Я так молюсь сегодня чтобы каждый из нас не за компанию не потому, что кто-то встретился со Христом не потому, что ты был рожден в христианской семье, а потому, что ты лично как Фома понял суть ран Иисуса Христа на руках и на ногах и однажды воскликнул и понял, что ты никогда не сможешь сделать себя лучше, невозможно самостоятельно избавиться от вируса греха чтобы однажды ты повстречался с воскресшим Христом и чтобы твоя вера возросла увидев его раны и чтобы ты воскричал Господь мой и Бог мой средство спасения от вашей и моей болезни греха в этих ранах если ты спрашиваешь сегодня нужно ли мне сделать что-нибудь чтобы удалить вину греха и оказаться однажды пред Божьим престолом я отвечу ничего не нужно делать ранами Иисуса мы исцелились нужно нужно только в них поверить Фома хотел пережить свое горе и боль в одиночку но для этого Христос создал церковь на земле чтобы чтобы такие люди подобно Фоме не переживали свою боль свое горе разрушение своих надежд в одиночестве может может быть сегодня ты похож на того Фому который где-то далеко скрылся от людского взгляда чтобы пережить свою боль и свои страдания свою потерю свою безнадежность но я хочу сказать эту хорошую новость что Христос пришел и Он показал свои раны показал тебе Фома лично которые свидетельствуют о том что Он уже все заплатил будь мужествен и смелым покажи теперь Ему свои раны Он Христос именно Тот Кому лучше всего можно доверить свои боли Иисус знает про тебя абсолютно все Он знает даже то что ты говорил когда ты был один но я хочу тебе сегодня сказать если быть честным до конца то ты и я мы не сможем поверить в свое духовное исцеление и оправдание И даже в Христа воскресшего пока не поймешь суть Его ран и только тогда истина о том что ранами Его мы исцелились она станет основой твоей веры в дальнейшем мы будем молиться сейчас пусть Божья благодать прикоснется к каждому сердцу в ваших домах ваших семьях отмечая сегодня это событие встречи Фомы с Иисусом Христом мы можем увидеть что для Иисуса Христа совсем не безразлично через какие сомнения ты сейчас проходишь и с какими трудностями ты сейчас столкнулся и Он прямо сейчас готов зайти в вашу закрытую горницу в вашу комнату и сказать тебе эти благословенные слова мир тебе и вдохнуть Дух Святой в тебя поставить тебя на ноги и утешить тебя это наш Христос который после воскресения явился ученикам и первое что Он сделал Он показал свои знаки своей раны дорогой Иисус мы обращаемся к тебе сейчас мы благодарим тебя что ты показываешь нам в священном писании что то для чего ты приходил на эту землю то чем ты столкнулся Господь Иисус на этой земле то что ты принял на себя это жало смерти Господь Иисус Христос ты это умертвил своей силой своей смертью и своим воскресением дорогой Господь и мы видим Божие на основании этой истории которая произошла с апостолом Фомой Господь Бог что мы очень часто похожи на этого человека и я молюсь Господь за каждого кто сегодня сталкивается с какими-то сомнениями кто хочет лично разобраться кто хочет лично пережить исцеление через твои раны я молюсь Господь пусть прямо сейчас произойдет твое прикосновение твоя сила и твоя благодать Господь во всех домах во всех молитвных комнатах и Божие пусть произойдет твое исцеление и пусть обетование что ранами твоими мы исцелились оно будет реальным оно будет действенным в нашей жизни во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь будьте благословены мы вас любим храни вас Господь с праздником вас благословений 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 благословений